здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня попытаюсь повторить вот эти носочки вот так я их хотела так они мне нравились и я мудрила мудрила в общем я так понимаю процентов на 70 я их повторила а что получилось по сути судить вам но я старалась я очень хоть и хотела связать именно такие вот домашние носочки тепленькие поэтому смотрите девчонки и делайте свой вывод вот попыталась повторить именно вот эти так начинаем с того что вяжем в круговую вот такой вот резинку как бы обычно точно так же как носок хотите на 5 спицах хотите на 2 как я перетягиваю в общем высоту как как получится и опять же я буду рассказывать сам принцип не буду останавливаться на значном количестве петель для примера у меня 40 петель вот провязала я 30 рядов резиночкой пряжа у меня в два сложения в сумме получается как бы 100 граммах 80 метров то есть толстая теперь что мы дальше делаем то есть вяжем высоту столько сколько нам нужно теперь количество петель делим на пополам в моем случае это 20 половина и отнимаем 4 петли то есть 16 от половины отнимаем 4 петли и вяжем эти 16 петель платочной вязкой лицевыми петлями 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 последнюю изнаночной в этом в этих носках последнего мы вяжем изнаночную если мы смотрели вы смотрели ранее мои эти там было в каком-то лицевыми но в общем неважно здесь мы вяжем изнаночную кромочную петлю изнаночными а все остальное лицевыми и вяжем эти как бы 16 петель которые мы отделили так вот смотрите провязала я сейчас важно определить сколько нам нужно вязать вот если мы вот эту манжетик одеваем на ножку вот это сверху ноги прикладываем вот здесь вот должно быть основание мизинчик а или здесь или здесь смотря какую на какую ногу вы одеваете ли вы правы то есть нам должно остаться вот это пальчики мысик который нам остался вот меряем по своей ноге далее что мы делаем мы будем делать сокращение в лицевом с каждым лицевом ряду после кромочной и перед кромочной 2 вместе и в конце перед кромочной тоже 2 вместе тоже смотрите по ножке меряйте чтобы было там да до большого пальчика ну где-то до ноготка примерно но потом соответственно этот носочек подтянется поэтому прям аж до конца ноги не надо вязать где-то до ноготочка может еще там один рядочек вот примерно так то есть по своим ножичкам меряйте вот смотрите вот так вот она будет сокращаться такой формы и меряйте по ноге вот взяла этот мысик осталось у меня 6 петель вот здесь вот на спицах то есть пять раз я делала эти убавления всего провязала десять рядов как мы вязали эти следочки носочки мы уже этого всего сколько навязали что я думаю уже тут все понятно весь принцип переходим опять будем вязать по кругу поехали сюда сюда здесь набираем петли потом переходим на петли с этой стороны тоже набираем и поехали вязать по кругу так я не знаю единственная вещь которая сейчас будет неудобно вязать к по кругу платочной вязкой приходится один ряд вязать изнаночной один лицевой петли набираю я вот из каждой кромочной петли поэтому вот это единственное неудобство придется один ряд вязать лицевыми петелечками второй ряд вязать изнаночными петелечками поэтому кому удобнее на двух спицах вот чтоб не путаться вяжите на двух спицах вот сзади пусть будет такой как бы шовчик я вижу по кругу поэтому буду менять вот так вот продвигаюсь сюда потом перейду не буду это показать это мы все знаем на эти петли здесь наберу и по кругу провяжу четыре ряда то есть вот это по колечку по вот такому вот вот так вот оно выглядит когда набрали петли по кругу вот они набраны и теперь продолжаем вязание по кругу платочной вязкой вот они менять где лицевой где изнаночный ряд вот мы будем здесь вот здесь вот мы закончили теперь предыдущий ряд у меня было лицевой теперь я один круг провязываю изнаночными потом следующий круг лицевыми петлями и опять чередую чтобы для того чтобы получилось платочная как бы вязка так провязала я 6 рядов вот смотрите вот наш носок 6 рядов платочной вязкой вот так вот пока он выглядит сейчас как бы переходим на подошву если хотите так как на фотографии двухцветный носочек то меняем здесь в этом месте ниточку на черную допустим моем случае черную вы как хотите и еще два ряда провязываем платочной ряд платочной вязкой то есть один ряд лицевыми петлями один ряд изнаночными по кругу то есть чтобы сделать вот этот черный как бы кантичек провязала я 2 ряда вернее начала уже даже третий лицевой ряд вот мы будем подошву вязать лицевыми петлями вот разметку сделала таким вот образом вот смотрите тут надо немножечко включить голову если вы будете вязать из другой плотности ниточек вот визуально я вот так вот как ботиночек вот мы вот смотрим округлость ботиночка да а потом пошло ровно вот так вот и вот визуально я так бы определила вот это полуокруглость как бы этого ботиночка приблизительно получилось у меня 14 петель вот всего я 1 и 14 обозначила по центру эти 14 петель пяточка тоже как бы визуально вот видите вот так вот как бы не ширина а чуть может меньше может на сантиметр ну визуально это пяточка как бы тоже как бы если мы смотрим на туфельку вот она наша вот такая вот пяточка да вот приблизительно мы ее сюда переносим в моем случае это 10 петель если носочек 14 пяточка 10 обозначила первую десятку по бокам одинаковое количество петель между этим и будем вывязывать наши нашу подошву становись ровненько это тоже мы уже проходили просто повторим увязать будем лицевыми петлями немножечко по-другому чем в тех носках которые мы с вами сапожки вязали вот значит сокращение буду делать вот от этой обозначенной петли то есть сейчас довяжу лицевыми петлями вяжем сокращать будем в каждом втором ряду то есть в одном ряду сокращаем в одном не сокращаем то есть получается в нечетном ряду мы сокращаем не в каждом втором просто в нечетном а в четном вяжем ровненько вот смотрите обозначенная моя петля я беру ее и следующую провязываю вместе вот в следующем нечетном ряду опять же от можем если я позорище конечно без маркера вы если у вас маркер переместите на эту петлю и она она у вас пойдет как бы туда то есть сокращать вы будете от этой петли в третьем ряду то есть вот этот сектор у нас будет сужаться вот так вот на пятки и на носочки одинаково то есть идем на сужение только вот здесь вот мы берем первую петлю и вторую провязываем вместе и маркер можем переместить сюда на вот эту петлю в третьем ряду опять же вот так вот она пойдет эти две вместе потом следующие и то есть мы будем перемещаться перемещаться к центру то же самое мы будем делать на пяточки только там петель у нас всего 10 поэтому к центру мы дойдем побыстрее сейчас я вам покажу потом провяжу до того момента когда на пяточки соединят вот довязала я до пятки и делаем то же самое что с носочком довязываем до нашей обозначенной петли провязываю ее и следующую вместе центр пяточки вяжем ровненько опять же можем переместить маркер на эту петлю если не надо то не надо и в конце перед обозначенной петлю и обозначенную провязываем вместе вначале мы провязываем обозначенную и задний петлю в конце провязываем передней петлю и обозначена следующий ряд и буду вязать ровно потом в третьем ряду опять буду делать точно такие же убавления вот эти петли у нас будут сокращаться эти петли тоже будут сокращаться вот здесь вот провязала я 9 рядов смотрите у меня на пяточки уже эти петли сошлись видите вот они плохо что я на черных выдумала вязать но она видно вот уголочек она носочки еще не сошлись теперь я здесь буду продолжать еще один рядочек я провяжу сокращу это все дело значит здесь я продолжаю на носочки так как есть а здесь я уже буду забирать уже отсюда две петли вот так вот две петли и две петли то есть с боковых буду забирать но сокращение я продолжаю еще один ряд провяжу и закрою уже все петли уже в моем случае да так вот теперь вот смотрим петли я не закрыла но провязала еще один ряд вот теперь вот видим но если мы вот так усложим это все мы видим что приблизительно подошвка не приблизительно а в принципе наша подошвка нарисовалась здесь мы можем закрыть петли и сшить этот шовчик как бы центральный здесь я сейчас сделаю знаете как я просто выберу и сошью крючком то есть я буду с каждой стороны захватывать по одной петельке и сошью это все дело крючком одновременно закрывая петли вот и потом посмотрим что у нас получится вот это отверстие нам нужно сшить любым удобным для нас способом вот нарисовалась наша подошвка нитки убираем в вашем случае маркеры уже там не существует вот знаете что хочу сказать у меня такое впечатление что на этих фотографиях ну понятное дело что сфотографировать можно красиво вот он смотрите по я еще конечно на ноге своей покажу еще бы я знаете чтобы сделала я еще сейчас прямо обвяжу вот в эту где у нас первая черная столбиками без накида по кругу сделаю такой бортик вот и у меня впечатление не договорила что у них внутри вставлена стелечка вот войлочная стелька которая этот носочек держит но на ноге он смотрится очень даже ничего нет я сейчас померяю без этой обвязки а потом обвяжу и вы посмотрите как лучше конечно же плохо видно плохо снимать мне на самой себе вот он такой весь такой такой раз такой так нитка это изнутри у меня полезла вот я думаю вы знаете думаю все таки что бортик нужен еще вам покажу с ногой на столе вот такой вот он у меня попробую связать бортик и посмотрим так связала бортик вот он девчонки вы знаете должна сказать лучше теперь они больше держат форму просто столбик без накида вот в этот ряд я провязала там где был первый ряд черненький так что показывает ну и все таки я убеждена что тут должна быть какая-то внутри стелечка что прямо не такие были как на фотографии еще раз одену на себя эти уже с бортиком она как бы лучше и прям и нога себя лучше чувствовать чем чем было до этого вот они красотулечки мне нравятся мне очень нравится еще бы туда стелечку вообще было бы точно как на фотографии девчонки вот это вот это видите вот здесь а это я просто потому что сижу когда я становлюсь вот это все принимает форму я вот смотрю не могу понять что что происходит это потому что я сижу и нога как бы сдвинулась когда нога раз на распластается тогда будет нормально так ну все мне нравится правда с носками завязываем девчонки я уже потому что я каждые носки вижу все хотела хотела и и все никак этому не добралась вот наконец-то добралась навязала всяких носков сапожек и и следочков теперь чуть-чуть приторможу с этим делом вот все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока